Долгожданное событие произошло в минувшую субботу для православных прихожан поселка Игри. В Великом освящении храма в честь преображения Господня, которое проводил епископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, приняли участие около 300 человек. Для верующих 2006 год стал своего рода историческим. Именно 6 лет назад здесь начались первые работы по возведению церкви. Мы так долго и давно ждали этого события, что и погода сегодня благоприятствует, и все люди собрались. Мне кажется, полпоселка здесь. Поселок и населенный пункт никогда не считался населенным пунктом, пока в нем не было храма или, по крайней мере, часовин. Значит, можно сказать, что Игрим сегодня проявил новый какой-то такой духовный, социальный статус. Освящение храма – это символическое завершение строительства. Особенной частью богослужения является устройство и облачение престола, главного духовного места в алтаре. Он собирается священниками прямо во время службы. По древней церковной традиции гвозди в престол вбиваются не молотком, а камнями. Все, что происходит в этот момент, скрыто от глаз прихожан. Престол облачается в одежды, окропленной святой водой. На него возлагают Евангелие, крест, и все это покрывают пеленою. После освящения храма совершается божественная литургия. Это духовный тот центр, та сокровищница, которая действительно является и будет являться центром всего поселка. Все, что не будет происходить, какие бы праздничные происходили, не всегда увязывались с церковным календарем. Потому что тело без души не может существовать, а душа, как говорят, не баловайка, она тоже ищет питание духовного. Что касается его внешнего облика, архитектурного решения, то храм выполнен в византийском стиле. Кстати, он является братом-близнецом другого строящегося комплекса в поселке Приобье. Строителям здесь еще придется поработать. Правда, изменения коснутся только придомовой территории. Помимо благоустройства здесь появится здание воскресной школы, которая существует в Игриме с 2005 года. У нас пять классов набрано в этом году. Дети занимаются, закон божий преподается, они церковным пением занимаются. Девочки уже поют на клиросе, мальчики в алтаре помогают батюшке. Особо отметили в этот день всех, кто внес весомый вклад в строительство уникального храмового комплекса. По сильную помощь оказывали прихожане, жители Игрима и местные предприниматели. Серьезные средства выделяли предприятия, расположенные на территории поселка. Игрим, Реч-Транс, Приобь-трубопровод, Строй и, конечно, Югорский Трансгаз. Хорошее событие и прекрасное, чистое и светлое событие для поселка Игрима, в целом, я считаю, для Российской Федерации. И хорошо, что и Газпром Трансгаз в Югорске, и Газпром это направление поддерживает, ежегодно выделяют на эти цели. И финансовые ресурсы, в том числе и наши строительные сервисные компании участвуют. Теперь несколько дней подряд под колокольный звон здесь будут проводить праздничные богослужения в честь открытия и освящения храма. Денис Тюленев, Роман Лева и телекомпания «Норд Игрим» специально для телекомпании «Югра». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова